Просто, конечно, я это исправлю. Ого, какая громкость в зале. Я бы не отказался от авиационных каких-то глушилок. Вертолеты взлетают. Но пока мы видим Смоуа Кенши, я не вижу... Но если для Джонни Кенши, да, это, наверное, основа, слепой мужчина, то вот робот, наверное, для Рао это такая неожиданность. А что, кстати, шинок ворует у Позеста? А, вверх. Все, понял, да. Ну-ка, мне эти расскажите. Ну, который лаунчер у Кенжутсу. Ну, то есть, в принципе, он лаунчер ворует, поэтому не самое плохое. Кого? Бомбочку падающую такую. Бомбочку у Кенши? Да, у красного Кенши. Не-не-не-не, он ворует не у Позеста, ну, как бы, короче, ворует и с другой вариацией вообще прием. Ну, НРС решили, что так будет правильно. Спешла. А не какое-то колесо, наверное, знаешь, сделали со всеми спешлами Кенши, крутанули его и так, что же будет шинок воровать у Кенши? Ну, нет, ну, это уже за гранью. Так, Майнгейм пока не выбирает, почесывает спину, так и думает, ну, пусть сначала он выберет, потом я, а я якобы подожду. Да нет, там видно, что на телефоне Рао написал, видимо, Джоне, то Би и что-то дальше. Нет, ну, овердост небольшой шиноков. Я все-таки не увидел рептилий, как-то мне обещал, что сейчас рептилий зажигают. Но не у нас. У нас никто не решил с перейти на рептилий. Не, я чуть поиграл за рептилий. Ну, как можно играть за что-то другое, когда есть камень? Дождь каменный. Каменный дождь. Пока все более-менее равно, но у Рао, конечно, побольше метра. Пойдет это на спарке усиленные, прям чувствую. Ой, и как он ест телепорт, НЖП. Очень Кенши резкий персонаж, у него хороший бег, очень быстрый телепорт и как бы всегда в опасности. Конкретно эта вариация Кенши частично похожа на телепортирующегося вот этого красшинока. Наверное, но у Шиноков все-таки есть минус, что он телепортируется не с земли. С земли он телепортируется, как Кенши не может. Ну, это еще непонятно, минус или плюс. Ну, ты сейчас, конечно, загнул, но это минус. Ну, чем больше опций, тем лучше, правильно? А, в плане того, что Кенши и так, и так может. И так, и так может, да. А, Кенши нет, Кенши только с земли. Вот, тогда все-таки стоит потом. А, вот, как это абсолютно разные тогда телепорты, я говорю. Не конфермет, это оверхед. Ой, хорошо, перебивает. Джонни решил вообще оверхедом стать, как-то нагло, видимо. Ожидал, что будет блокировать Рау, но Рау решил его проверить нежной пяточкой. Показал ему какую-то старую свою фотографию, где он не очень хорошо получился. Еще разок. Пошел прессинг. Ой, вот эта пятка Кенши. Это можно было продолжать, по идее. Нужно выходить из этого телепорт прессинга, причем есть три варианта. Может быть телепорт, может быть оверхед, может быть лоу. Ой, просто из парки. Ну, стоило, конечно, тратить метр. Причем он сколько тратил, сколько ему обратно горнулось. Ох, и перебивает. Два уши. И опять перебивает. Просто тпхи приносят Джоню. Джоню. Приносят Джоню к Шиннику. И оверхед вив. Он хотя бы стал на армор. Вот он. Да, красивый прием. Самурай Шинок. Это что такое? Тбэк, грязный тбэк. Джоню совсем не уважает своих оппонентов. Да, говорит. Тбэгал я тебя. Подходи ко мне. Ну, у него же нет и правда на вниз-вниз каких-то ударов, Ильи? Ну, и телепорт. Вот телепорт, скажите, вниз, там, в сторону. Или все-таки тбэгат. Ну, тогда это может быть разводом. И блочит оверхед. Блочит оверхед, дропает комбу, нажимают ребята паузу. Ну, мне кажется, кто-то сдался просто. Кто-то сдался раньше времени. Ну, видимо, Рау, да, нажал паузу, не поверил, что Джоню дропнет. И потом подумал, ой, я нажал паузу, он дропнет. Можно и попробовать. 1-0 для Джони. Спросили бы меня к судью, я бы уже отдал победу, неважно. Нужно Рау сейчас что-то делать. Да, Джоню нажимает. Выходит на урван. Не такую плохую вещь, вот, Кенши ворует. Может, доложить хорошие комбы с этого. Бьет по щеке. Да, эта ручка давит плюс, после нее лучше не лезть. Можно словить пяточку. Тпшечка. Да, и Д2. Любит Джоню попрыгать вокруг оппонента с пяточкой Кенши, но... Д2 у Шейнока в порядке. И отличный Б1 в лоу. Вы слышите, какой хайп в зале. Это все по Mortal Kombat скажешь. Плечо в блок. Думал, что Джонни все-таки сожгет Рау метр. Подождал, а Рау просто продолжил. Мне кажется, они просто звуком пытаются выгнать всех оставшихся. Как бы ручку положил Джонни. Говорит, вот сюда телепортуй, телепортись. Да, и ничуть не получилось. Наступил на него зачем-то Рау. Пошел прессинг, миксапы. Прям одна спарочка еле долетела. Очень мало хп. Любое касание. Сможет ли... Рузакамбэчить? Нет, и виф на лоу. Не рассчитал он рейндж. Видимо, хотел фузигард поломать оверхеда. И все это улетело в виф. Неплохое начало для Рау. Просто забежал с Б1. Есть брейкер, есть спарки. Но нет метра на эти спарки. Они работают не в полной силе, а АТП все работают всегда. Метр на лол. И Рау, конечно, не в самом лучшем положении. Нужно выходить из прессинга, да. И отлично. Реверсер в спарке работает, но опять чуть-чуть не рассчитывает рейндж. Прям вот не дотягивается. Пытается Рау его показать. Их куда-то в никуда. По-моему, просто поменял ему инпут за тем, что перепрыгнул его. В итоге ввелся другой спешл. У обоих. Почти есть метр, да. И это спарки. Будет ловить. Джонни нужно угадывать. Есть у него метр. Да, Рау рискует. Не ссыть. Не ссыть. И забирает эту игру. Да, скорее всего, попытался бы бросить. И там бы прилетел ему оверхедик арморный. Джонни подумал, что наверняка Рау засыть. А он нет. А он смелый белорусский парень. Оверхедик, да. Вот этот оверхедик заходит. Пытается Рау отойти. Выиграть в какое-то пространство. Повсюду красные самураи летают. Не дает Джонни протопнуть. Прям вот постоянно пытается находиться у оппонента. Не тратит Рау метр. Он уже не рассчитывает на этот раунд. Хочет сэкономить. Его на кассе спросили, все бонусы списываем? Говорит, нет, купим. Отличные экспарки. Там 7 фреймов, по-моему, или 8. Старт очень быстрый. А еще один оверхедик. И метр туда вкладываем. Батибэгл даже Рау чуть-чуть. Я бы хотел сказать, что есть пока еще возможность проиграть раунд. Но Джонни сейчас выравнивает здоровье. Да, и, наверное, Джонни... Ты можешь забрать этот раунд. Ой, очень мало ХП. Да, это победа для Джонни 2-0. Сильно. Ладошкой по пузику он бьет два раза Шиноку. И работает это прекрасно. Раунд. Продолжение следует...